Где родился Юрий Гагарин? Как зовут первую женщину-космонавта, вышедшую в открытый космос? Игра состоит из трех конкурсов. Все вопросы посвящены теме космоса. В первую очередь, такие дни – это память для нас. Мы не забываем своих героев, знаем, как их зовут, помним их имена и чтим их память. В мире 552 космонавта, из них 121 из нашей страны. Шесть раз – это на сегодняшний день максимальное количество полетов в космос, которые совершил один космонавт. В полете космонавты живут по Гринвичу, у них нулевой часовой пояс. Это и многое другое ребята узнают во время гагаринского урока от заместителя руководителя космоцентра Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина Олега Захарова. Наша цель – это знакомство с детьми, чтобы их познакомить в такой замечательный день, как Международный день авиации и космонавтики с направлением космоса. Дать им возможность на фоне наших быстро меняющихся событий в жизни немножко остановиться на таком великолепном явлении, как космос. Встреча проходит в форме диалога. Сменовцы активно интересуются темой космоса. Первый вопрос – это за скольки лет можно стать космонавтом, а второй вопрос – это сколько примерно раз за жизнь космонавт летает в космос? Космонавтом можно стать до 35 лет. Но для того, чтобы поступить к космонавту, должны закончить высшее учебное заведение, желательно инженерное, потому что это наиболее востребованное или легкое высшее учебное заведение. Как выглядит скафандр? Что необходимо делать космонавтам в экстремальной ситуации? И чем питаются в космосе? Об этом сменовцы узнают на мастер-классе от сотрудников Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина. В открытый космос все космонавты отправляются со специальными экстремальными блоками. В трех сумках находятся вода, еда и медикаменты, которых хватает до двух-трех суток. Например, 6 литров воды помогут двум космонавтам выжить до помощи в течение 48 часов. Каждый блок подписан. Не потому что космонавты забывают, или я забыл, или вы там забыли, а потому что в экстремальной ситуации память всегда есть такое свойство. Иногда подзабывать и отказывать. Да, в средстве ситуации. Поэтому надо там достать накидки. Раз посмотрел, достал. Во время мастер-класса у ребят есть уникальная возможность – померить скафандр «Сокол» весом около 10 килограммов. Его надевают перед выходом в открытый космос. Он довольно герметичный. Не выпускает ни воду, ни газу, ни дым. Обалденный. Я правда думала, что они тяжелее. Ну, как бы весит 10 килограммов, немного тянет вниз, но все равно очень-очень классно. И все равно хочется как-то взлететь в космос. Очень хочется сейчас прямо в ракету сесть и только полететь. Быть первыми на Марсе. Главное условие для пищи космонавтов – долгое хранение, высокая калорийность, и она должна мало весить. Мальчишки и девчонки смогли попробовать один из любимых блюд российских космонавтов – творог. По словам ребят, мастер-класс оказался очень интересным и познавательным. А 12 апреля – это одна из самых важных дат в истории нашей страны.